Встретились. Андрюша, с водкой мне? Собираюсь на свидание, сейчас одеваюсь, уже опаздываю, как обычно. Я думаю, меня подождут. Так, сейчас она уже на месте. Я даже на 5 минут раньше приехал. Сейчас будем знакомиться. Здравствуйте. Привет. Ох ты, сучка. Комментарии мои. Это раньше было. Годей на бизнес-захид. Соседка моя. Знакомьтесь. Ну я не буду на камеру читать эту хуйню. Волшебник, да, ты выше. Я вакуум. А, я же мне это самое. Так, сейчас проведем обзор, что тут у тебя. Какой срач внутри. Тихо, все охуенно. Ну почти. Почти. Да, тут чисто очень. А это... Да что это такое. Это были витамины. Они там, я растворила. Витамины. Блядь, не взял с собой кальмары. Хотел ехать на камара и жрать кальмары. Есть кальмары? Да. Фотосессии. Да. Поклонники. Да. Идем? Идем. Ну что? Ну что, попесело? Ага. Фильм хуйня. Татуировочки приехали выводить. Посмотрите, за четыре сеанса вот такая вот, вот такая вот. Извините, что опоздали с корабля на бал. Здравствуйте. Аккуратно. Соскучился. Любимый мастер по удалению тату. Динамика хорошая, но еще процедур так 5-7 точно понадобится. Даже приятно пишет в комментариях. Да. Вчера ходили с Джаст Квин на фильм «Дочка болотного короля». Никому не советую. А сегодня у нас будет время пробуждения поинтереснее. Подъехал я. Красавица уже тоже на месте. Встретились. Так нам нужна фоточка в инстаграм, где мы голые. Где мы голые? Ну да. Ну мы же будем раздеваться сейчас. Ну да, мы идем в шумурадный филлярии. Ну я к тебе зайду фооткаться. Не, Рэд. Так сделаем завтра. Ой, блядь, сегодня. Ну вот. Без трусиков, да? Конечно. Класс. Капсула времени. Первый опыт. Мой. Спасибо большое. И со мной фоточку. Можно? Какая милая девочка. Ну не такой, как ты хочешь. Почему? Так все равно раздеваться будем. Ну намажь меня. Да не буду мазать. Да намажь, ну я не знаю как. Нет, я не буду тебя мазать. Это безумие. Ну намажь меня. Нет, я не буду тебя мазать. Ну намажь меня. Я не достану там везде. Я достаю. Ну хотя бы спинку мне помажь. Это же уже я вроде уж надо. Еще пока нет. А что такое? Уже поздно. Я тебе предлагал. Заклею вот эту игровку, которую удалял час назад. Запомните меня таким. Это до. Вау. Моя первая процедура. В семь минут. Понял. Так, ну под наклейкой да, видно. Мне нравится. Еще вернусь. Превратился в сумконоса. Я не ходи с мышцами. А, вот сюда. Вот. Второй день едим крем-суп. Который я вообще не ем. Вкусно, нет? Вкусно. Только ем. Показываем, как с такими ногтями справляться с креветкой. С ногтями нормально. Но ногтями было бы проще, мне кажется. О! О! Есть! А сегодня я иду на конференцию инста, которую проводит блогерша Настя. И все, что я не знаю, что наснималась в пара на миллион, которые я смотрел. Больше ничего не знаю, сейчас поедем узнаем. Приехал. Ой, здесь и Анечка тринчеру будет. Меня никто сюда не звал, поэтому выдам сам себе. А, я поясню еще раз. Дивіться. Потрібно зробити інфоприбит. Потрібно зробити інфоприбит. Это Мати! 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 Баганя! А! Я сейчас на кабинет клавишник не знаю. Потрібно! А! Габанщики! А! Окей. Другая девчата. В зале. А вы знакомы? Вы просто поцелувались. Прикольно. Еще раз надо это сделать? А еще раз поцеловать? Еще раз? Еще раз попу показать? Никогда не думал, что вас выключат на место. Пожалуйста. Давай. Он выиграл? Нет? Девчат, это инструктивство. Это... А вы... Я могу выключить. Так я выиграл или нет? Сейчас спросите. Кто за те, что пармовые девчата, какие поцелувались? Еще раз. Второе, хлопцы. Отлично. Кто за девчат? Я в одном шагу до победы. Я в одном шагу до победы. Он в первом шаге при это эмоции. И только первое, что мы делаем поцелуй. Вау, я в шоке. Показал жену. То есть, вот все бывало. Я ж ничего такого. Я ж не передам, я задам. А где этот парень? Я тут! Как тебя зовут? Андрей Мартынко Андрей, судя из всего парень, правильно я понимаю? Давайте приветствуем Андрея! Андрей, мы хотим включить тебе подарок специальный Потому что это мое детство А, вы ведете мой ютуб-блог? Да! Саша Шовник Мартынко! Диция Панель Еще одна пара может Цель девчинка выполняла сторис Сторис сегодняшнего завода Меня девушки просто облепили всего Терешок Сейчас будет первое знакомство, если получится. Я не поняла, это мой гонорар за операторство. Меня морозят. Анастасия. Да. Хочу вас запитать. Да. Чи выиграл я конкурс? Який? Мені сказали, що выиграл. Серьезно? Але відморозились. Ведущий. Да? Ведущий. Так, він сказав про самый чоткий інфоповод. Я його якби показав на сцене. Але від мене відморозились. Я уточню этот момент. А ми можем уточнить этот момент вместе? Щоб він не був упущений. Пізніше, тільки пізніше. Пізніше, топ-топ-топ. Треба фоткатися. Окей, я підожду. Тобто, після цього всього? Так, після, після. Але сьогодні. Сьогодні. Все, дуже дякую. Я буду чекати. Далеко не ухожу. Смотрели фотками я. Можешь щечку поцелуй. Парень є? Понял, тоді без поцелуйчиков. Хочу парню привіт передати? Ні, такого не було. Жанна? Могу, воздушний. Дівушек з парнями я не цілую. Дівушек з парнями я не цілую. Дівушек з парнями я не цілую. Единственный вопрос. Почим я вышел, показав лучшее, что здесь можно было показать, на концертах, я не получил приз. Ну, після, жизнь несправедлива. Да, жизнь, вообще-то несправедлива. Спасибо добрым людям, которые вернули мне мой айфон, который я потерял уже который раз. Пора пить водичку. А вот те две девочки, которые поцеловались в зале. Главным призом была реклама, которую ни я, ни девочки не получили. Я устроил самый яркий перформанс на этом вечере. Мое было первое место, но я ничего, приз не получил. И с организатором я так и не встретился. То есть с Анастасией. В Киеве пройшла просто масштабная инстаконференция. Зібрались просто усі топові блогеры. И, конечно, кроме самой конференції, нам давали разные подарки. Были там деякі розіграші. И одним из этих, это был конкурс на создание инфопринта. На сцену, в первую очередь, побег Андрей Мартиненко. Я думаю, все его знают. И все, до чего я думаю, это засветить свой прекрасный зал на всю публіку. А главным подарком, до речи, была реклама от самой Насты. Спочатку все выбрали переможцем Яснеділо Мартиненко, но потом решили отдать перемогу нам. Приехала с другого міста на ту конференцию, чтобы объяснять для себя новую интересную информацию, чтобы что-то новое изучить, чтобы начать заниматься какой-то новой справой. А ты тупо зажался, просто зажался, целью рекламу. Вважаю, что в этой ситуации ты абсолютно не правильный. Перемога має бути нашою, потому что мы приехали туда за чимось новым. Мы открываем для себя. Я написал обеим девочкам, что хочу с ними встретиться и сделать им рекламу. Итак, сегодня у меня по плану. Итак, новый день. Я написал девочкам, которые тоже участвовали в конкурсе. Никто из нас не получил приз, а приз был реклама от этой Анастасии. Вот. И я написал девочкам, что не расстраивайтесь, давайте я вам сделаю рекламу, чтобы, ну, чтобы вы типа не зря приехали в Киев. Они заплатили там билеты, оплатили на это мероприятие. В итоге старались, причем они незнакомые, они вдвоем залезались на публику при всех, вот, чтобы выиграть. И одна девочка с Киева, а другая, я не знаю откуда, но, короче, где-то хрен знает откуда. Вот. Она ехала на поезде и уже уехала. Я пишу, давай скорее возвращайся, приезжай и сделаем рекламу. Встретимся все втроем и что-то замутим. И я подготовил им видео, где я посылаю их на три буквы. Хуй вам, а не реклама. Посмотрю на их реакцию. А пока что иду в солярий. Второй сеанс солярия, заходим. Пять, шесть, семь, восемь. В этот раз девять минут. О, хорош. Пошло, поехало. Пять, шесть, семь, восемь. Я уже подъехал, мы договорились встретиться где-то вот здесь возле колеса. Они уже ждут. Тихонько подхожу и отправляю видео. Так, я понял, что вы уже приехали. Смотрите. Хотел сказать, что вы реально большие молодцы, чтобы быстро отреагировали на мои сообщения. Быстро приехали, купили билеты на поезд. Это все очень круто, что вы не упускаете свое и хватаетесь за возможность. Вот. Но я бы хотел вам предложить ухватиться за х***ю. И, наконец-то, раступлиться. Вы, блядь, не понимаете, или что вы серьезно думаете, что... То есть, вчера вы у меня хотели отобрать этот приз, записывали сториз, что Мартынин Каганон, на х***я тебе реклама, на х***я тебе это, у тебя же и так все есть. А сейчас вы думаете, я вам буду помогать, с какого х***я. Вчера вы на одной конференции побывали, ни х***я не поняли, а сегодня вот конференция и урок от меня. Ну, я думаю, что вы научитесь и больше с такой х***ю страдать не будете. Все, гуляйте. А, и, кстати, если вы куда-то собираетесь это выставлять, хочу вас приятно расстроить, что всем по***ть, всем просто тупо по***ть, потому что у вас ни х***я нет никаких просмотров, никаких подписчиков, и мне по***ть вообще. А даже если кто-то это увидел, мне, блядь, еще больше по***ть. Гуляйте. Скинул видео, сейчас подхожу к ним. Скинул видео, сейчас подхожу к ним. Я их не могу найти. Может, они меня на***ли? Я не могу их найти. В переписке посмотрели мое видео и ничего не ответили. Просто я хожу, смотрю, где же они, их просто нигде нет. Может, они в пузо-духату запслили погреться. Кажется, я нашел. Сейчас подойду. А, нет, не нашел, это не они, блядь. Я понял, где они. Они в пьяной вишне. Дивись, роднульки, я готова, в принципе, послёдувати твоему совету, взятись, типа, за какие-то, даже не против, за твій. Проблема в том, чтобы вся Украина уже, блядь, бачила, что в тебе его на***ли. А, нет, не на***ли. Да, она купила только квитки. Я не знаю, что она тебе подойде. А ты откуда? Вообще. Взагалі, с Кмельницкого приехала из Вінницы. Капец, а сколько ехать? Один и четыре. Ужас. Я взорваю туалет, подожди отхайту. Я, взагалі, дуже негативна людина. Я завжди думаю в негативную сторону. Вона до последнего вірила, что, «Та нет, это пранк, он сейчас прийдет, он сейчас будет». А я такая, «Не, хуйка». Мене в жизни такого не витывало просто нахуй. А я все равно, я ничего не боюсь. Якщо честно сказать, что страшнейшей войны и педных, гнилих людей, нема ничего в этом мире. Это просто, ну, я не скажу, что ты педла людина. Все-таки, десь трошки я відчуваю тут. Мабуть, не дуже педлый ты. Але, ты знаешь, кожна людина может быть педла. Навіть я. В деяких моментах. Жуценко заставляю. Но нужно быть добрышими, мягшими и толерантнейшими. Это будет круто. Комплименты я уже получил. Проблема в том, чтобы вся Украина уже бачила, чтобы тебе его не хуйнило. Все, а сейчас что? А в лицо можешь подсказать? Могу, а не на камеру. Ну давай. Ну вот стоп, это консультация факта. В смысле, какого факта? А еще ничего? Ну я была на... Там было холодно, там было дуже холодно. Да ладно. Конечно, я ты можешь фотки показать с моего приватного телеграм-канала. Ага. Ага, и все сомнения твои развеются. Да ладно. Но я все хоть делать не буду, конечно же. Ну, а в тверо жопу не здесь там все показать. Да я не стесняюсь. Навіть побачиваю лучше, не жопу. Пианисту пощастило просто. Я с работы одразу ж поперлася в наш торговый центр, в торговый центр, чтобы ему купить теплые вещи, потому что я на работу пройшла взагалі в Легесунково. Я не встигала. Я поперлася в торговый центр, чтобы купить теплые джинсы, теплую кофту. Проташилася сюда, чтобы он сказал, что он не пришел. И как тебе не обматюкать? Кажется, я вчера згорел. Пиздец просто печет, будто меня балоном запшикали, будто под мэхами напшикали балоном. И все прям печет, колотит сердце. Приятного мало. Блин, девочки вчера с герпесом оказались. Теперь, видите, красоткой хожу. Ужасно згорел в солярии. Вот здесь я не знаю, вам видно или нет. Печет до такого аж. А сейчас пришел мастер. Сейчас будет менять вот эту вот плиту, потому что она вот надбитая. Вот новенькая. Здрасте. Здрасте. Будем проводить стрим в ТикТок. Попробуем, по крайней мере. Заходи, ты святой. Вот я уже у Паши дома. Сейчас немного покушаем, попьем пивка, запустим стрим в ТикТок и будем общаться на всякие интересные темы, потому что мы с Пашей не виделись уже года три. Точнее, вы посмотрите, о чем мы общаемся. Ну, уже вы не посмотрите, потому что это было уже в ТикТоке.